МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На передний прием у Гомеля огучили статистику. С початку года у облвыконкам поступило 3376 зворотов. На 1% больше, чем было летость. На данный момент становчиво выражены 7% пытанев. 22% находятся на контроле. Сегодняшний прием я еще раз подтвердил. Далеко не все звороты можно выражать на корысть заявника. Особливо, когда человек потребует принять решение о выходе закона. Например, выделить квартиру без наявности законных подстав. Обовязково просолотковать на конкретное предприемство. Адменить решение суда. Хоть на этот раз не все выражали нечто потребовать особисто для себя. Керавник селянской господарки Миколай Гороха упрышел одразу с некалькими пропановами. По-перше, одновить вытворшись мэбли с лазы. Некали такая продукция выпускалась у Гомеля и корысталась великим попытом. Посадки лазы захавались до этого часу. Специалисты от поведной квалификации так само есть. Еще одно узнятое питание – озеленение населенных пунктов. Только в Гомеле селета высаджена каля 30 тысяч древ. При чем в этом году работа значительно активизировалась. Поэтому я и пришел к губернатору, что действительно, мы все видим. И соседи, знакомые. Я тем более всю жизнь, с 73 года сажу деревья. Для меня это был бальзам на душу. Поэтому я и пришел, хоть я уже и под 70 годов, но у меня есть знания, опыт. Всю жизнь деревья садил. Поэтому я считаю, цели визита достиг. Мне как раз перед приемом губернатора жилищно-коммунальное хозяйство Гомеля позвонили. И то обычно я пытался им что-то рассказать. Но они все время мне говорили, что у нас богато специалистов с большими дипломами. Мы все знаем. А теперь говорят, поделитесь своим опытом. Замельные спрыжки – тема, якая огучивается практически подчас усих приемов. Жахарка-везки Забияка Гомельского района. Лидия Дедикова омаль три года не может переоформить участок. Суседи сгодные, але по некой причине справу морудить мясовый сельский совет. Подчас приему проблема выращается литерально за одну хвилину. После чего робятся архвыводы. Нету конфликтной ситуации между соседями. Нету. А конфликтная ситуация где? Исполнительная власть. Время тяжелые меры мне на стол. Вплоть до волнения. Вы меня услышали. Сегодняшний вопрос был решен. Сегодня же. Еще один зворот от Жахаров в улице Червона-Маяковской, агрогородка Урыцкая. На колисте асфальтованной дорозе. Теперь одна яма. У 2016-м решетки асфальта убрали. Однако это створило новую проблему. У сухое надворье. За пылу людям просто нечем дыхать. Сегодня есть проблема на улице пылевыделения в результате прохождения автомобильного транспорта. В результате рассмотрения этого вопроса сегодня было принято решение выполнить на улице асфальтобетонное покрытие в следующем году. По погоде мы понимаем, что эта работа будет выполнена во втором квартале. Музей Гомельского палацево-паркового ансамбля святкует 100-годовый юбилей. Сегодня тут принимали гостей и отримливали узнагороды. Установы наведали и наши корреспонденты. У истории музея были моменты, когда он мог на завсёд испынить иснование. Наши до официнного открытия в саковику 1919 года будинок мощно потерпел по час стрекопытовского митяжу. Назначную частку каштоуностей вывезли в Москву. Прас два года палац вырешили передать городскому институту сельской господарки, але потом это решение отменили. Еще раз музей закрыли в 1937 году. Тогда установит допомог народный комиссар обороны Советского Союза Ворошилов, який знаходился у Гомеля на учениях. Мадай самую опошнюю кропку в спрэчках на конд необходности и снования такого музея поставили только в 2007-м. Коли постановой Совета Министра в Беларуси, музею Гомельского палацево-паркового ансамбля присвоены статус высшейшей историко-культурной каштоуности и к уникальному помнику международной значности. Я думаю, музей нужно дальше развиваться в плане работы с посетителями для разных стилевых аудиторий, как для детей, так и для взрослых, плюс для студентов, чтобы это было очень интересно. Ну, не только исторические выставки, но и, возможно, даже какие-то научно-образовательные. Подчас урочистого схода у веншавания от гостей у знагорода и подарунки АДАБЛ Ваконкама сертификат на 20 тысяч рублей на умоцовании материально-техничной базы. Сегодня у Гомельский музей, який угоходить у ТОП-5 музеев Беларуси, реализуется широк культурно-осветницких проектов. Его сопрацовники ведут науковое и археологичное доследование. И такая личба, что год музей наведует больше 300 тысяч человек. В ближайший час для их открытся ясширная экспозиция, подоранная до юбилея установой державным Эрмитажем. Мы от Эрмитажа сейчас подарили несколько копий нескольких экспонатов, которые у нас хранятся из фонда Паскевича. И я привез цифровые фотографии экспонатов, которые собирал Паскевич. Он собирал оружие и холодные огнестрельные. Вот эти фотографии я привез с описанием. Так что я думаю, что они займут достойное место в этом музее. Олег Синцюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадио «Компания Гомель». В Брагинском районе появится порт с выходом в Черное море. Международный логистичный центр побудует побушь звездкой Нижней Жары. Территория займут около 400 гектаров. Таким чином Беларусь может перевозить по Днепры на автопродукты, лес, будильнейшие материалы и металл. Когда открытся Петриковский горно-обогачальный комбинат, тогда и колейные удобрения. Согласно проекту свой шлях судны будут завершать в Херсоне. Затым про Черное море товары можно будет доставлять в Европу, Азию и Африку. Проект очень глобальный. Он даст, конечно, во-первых, создание рабочих мест. Во-вторых, это, конечно, бюджетная составляющая. В-третьих, это развитие инфраструктуры. Это сегодня обслуживание всей этой территории. Это развитие будет инфраструктуры, это торговые точки, это ремонтные мастерские. Все, это люди у нас будут оставаться на месте, на местах. Першая жарга будовництва порта повинна распашаться уже все лето. На протяглых выходных белорусская мытня будет працовать в возмостненном режиме. Это связано с повеличением товаро-транспортных потоков. Отработникам мытни потребуется забеспечить максимально ходки пропуск транспортных сродков. Для этого в республиканских пунктах мытного оформления организованные додатковые працовные места повелишена колька супрацовников в дежурных изменах. Проведены перемоги с контролирующими службами краин-суседок на контакт оперативного реагования при нештатных ситуациях. С початку года объемы товара у перемешанных прац мытную мяжу Беларуси выросли омаль на 900 тысяч тонн в поравнании с аналогичным леташним периодом. Усяго селета прац мяжу пройшло каля 90 миллионов тонн. Оформление большести транзитных товаров займает не больше за 10 хвилин, импортных каля 2 годин. У гомельских ИВНУ укороняются электронные студентские билеты. Их выдали первокурсникам ГДУ Мяфранциска Скарыны и студентам-медикам. Карта объединяет в себе несколько функций. В первую очередь она подтверждает особу студента. А кроме того, это еще и платежная банковская картка и шитацкий билет. С программой информатизации гомельских ИВНУ познайомились наши корреспонденты. На лучший день студентов начинается не с кавы, а с маленькой пластиковой картки. Без ее не трапить ни на занятки, ни в интернат. Дареши таких турникетов во университете имя Франциска Скарыны каля 20. И на кожну усталевали сшитвальник, а у пластиковую картку обудовали чип. Так классичный студентский билет перетворился в мультифункциональный документ. В сентябре нам выдали такие новые карточки студенческие. Это очень, на мой взгляд, удобно, интересно, современно, потому что мы очень много времени проводим с гаджетами. Это и учеба сейчас, и развлечения, и общение в интернете. Поэтому это очень современно, это новые технологии, интересная вещь. Функции пропуску и студентского посвящения не одины. Пластиковая картка – это одночасовый и читательский билет в университетскую библиотеку и международная банковская картка, на которую наличивается стипендия. До коронения такого документа и шли целый год. Первыми уладальниками стали 1200 першокурсников денной и завошной формы научания. Мультифункциональная карта обеспечивает работу в читальном зале университета. То есть на карту может быть записана литература, записана, списана в электронном варианте. Но эта работа была проделана заранее. Действительно, каждая книга причипирована, тоже есть чип. И вот с такими книгами уже можно работать, как бы электронную запись проводить. В обод университета затекают и иншие ВНУ. Идею литерально про «Месяц» укоранили и у медуниверситета. Студентские мультипашпорты отрымали амаль полтысячи першокурсников. Их картки, поколь працуют, только як пропуск. Студентское посвящение и банковская картка. Функции электронного билета от Шитерша поколь нема. Але укоронить их это – планы администрации ВНУ. Наш Гомельский государственный медицинский университет является относительно молодым. Но, тем не менее, идет в ногу со временем. И я считаю, что внедрение данных карточек – это очень успешное дело. Мне пользоваться данной картой очень удобно, так как нужно носить меньше документов с собой, потому что все совмещено в данной карте. Найближайшие планы Гомельских ВНУ – зробить функционал пластиковых карток больше широким. До приклада ГДУ имя Франциска Скарыны в будущем начнет супрационничество с библиотечной системой. Это нужно для того, чтобы студентские мультипашпорты используются как читательские билеты не только в университетских библиотеках, но и в громадских. В Тымлику и в самой буйной библиотеке региона имя Ленина. Ганна Ковалева, Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН. Сегодня в регионе стартовали пятые областные покровские эдукационные читания. В программе семинары, выставы, конференции и круглые столы. Открылись от читаний сегодня виды конференции. Ей удельниками стали наставники и простовники духовенства. Параллельно стартовали районные покровские читания. Мероприемства «Штогод» проходят в рамках погоднения, подписанного по Межгомельской и Туровской епархиями и Головным управлением эдукации. Вселетняя тема – Великая Чинная война. Основная мета – заховывать память об героях минулого и предоставлять подрастающему поколению правдивую информацию. Сегодня некоторые пытаются перестроить историю, переписать. А мы должны по правде доносить до молодого поколения, как оно на самом деле было, как воевали наши деды, прадеды, как люди поднимали разоренные государства, как люди трудились, полагая все свои силы, лишь бы только воссоздать государственность и быт для нас с вами, чтобы не было больше таких катастроф не повторялись мировые войны на нашей земле. Короткошасовые дожжи и до плюс 15. На Великие выходные синоптики прогнозуют теплое Осинское надворье. Опадки в регионе шагаются у кожных шатерок ближайших дзен, однако не повсюдно, а местами. Семаго листопада у ранешних годин изгустится туман. Башность на дорогах – 200-300 метров. В день будет в облашно, поветро прогреется до плюс 11 градусов. В некоторых районах пройдут дожжи. Ночью в область зно накрыт туманом. В пятницу на двор естественно не изменится. Будет в облашно с прояснениями и до плюс 12 в день. Местами машины дождь. Ночью слупок термометра опустится до плюс 7. 9-10 листопада так само будет довольно тепло. Синоптики знову прогнозуют короткочасовые опадки. У особных районах и слабый туман. В регионе поветро прогреется до 15 градусов выше и за нуль. Ночных заморозков по кульне чекается. Будет от 7 до 14 выше и за нуль. По передних прогнозах похолодание пройдет на наступном тдне. Готые и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.cvrgomil.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. После непродолжительного затишия в выходные дни автодороги области вновь стали основным местом, где люди получают травмы. И по-прежнему наезд на пешехода остается самым распространенным видом ДТП в нашем регионе. Только за вчерашний день три пеших участника дорожного движения оказались на больничных койках. Первое ДТП произошло утром в Гомеле. По предварительной информации, около 7 утра 58-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода» и двигаясь по улице Объездной города Гомеля, совершил наезд, не пропустив на зебре 53-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. В больнице оказался и ее одногодка из Рогачева, которого на улице Строительной около 7 вечера сбил автомобиль газ. Через полчаса, но уже в деревне Калинино-Будокошелевского района под колесами «Фольксваген Пассат» оказалась 28-летняя девушка. Два из пешеходов находились на проезжей части в неустановленном месте, в нетрезвом состоянии, не обозначены световозвращающими элементами, и один из них лежал на проезжей части. Госавтоинспекция в очередной раз просит как водителей, так и пешеходов проявлять должное внимание, находясь на автодорогах, пролегающих через населенные пункты возле остановок общественного транспорта и в местах большого скопления людей. Не хватило внимания водителю-погрузчика, который вчера на закрытой территории предприятия не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 57-летнего мужчину. По предварительной информации, около трех часов дня 26-летний водитель, управляя погрузчиком, перевозил по полю закрытой территории унитарного предприятия «Красная Гвозика» сухие ветки. Выгрузив их, начал движение задним ходом и совершил наезд на 57-летнего мужчину. Пострадавшего забрала скорая помощь, однако в пути следования в больницу мужчина от полученных травм скончался. Чтобы доставить в больницу пострадавшую в ДТП женщину-жительницу Будо Кошелева понадобилась не только карета скорой помощи, но и помощь команды спасателей. Женщина оказалась зажата в собственном автомобиле. Накануне утром в районном центре по неустановленной пока причине водитель автомобиля «Ауди 100» на улице Ломоносова не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Форд», идущим навстречу. От удара двери «Форда» оказались заблокированы. Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента была деблокирована 39-летняя водитель «Форд» и передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей гиспитализации в районную больницу Будо-Кошелевского района. Женщина получила несколько ссадин, а также рваные раны лица и колена. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Матчи 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги представители Гомельской области проведут в субботу 9 ноября. Славя отправится в гости к «Шахтеру». Матч на стадионе «Строитель» в Солигорске стартует в 16.00. Горняки в турнирной таблице на третьей строке, Мазырянин на 11-й. Гомель попытается пополнить свою очковую копилку в поединке против Минска. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в областном центре. Начало 18.00. Зелено-белое, напомню, на 15-м месте в турнирной таблице. Столичная команда на 9-м. В субботу состоятся матчи 28-го тура и в первой лиге футбольного чемпионата страны «Гомельский локомотив». Ведущий с Брестским рухом борьбу за третью строчку дома играет против «Светлогорского химика». Светлогорская команда сейчас на 11-м месте в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в «Гомеле» начало в 14.30. Лечицкий спутник, находящийся на пятой строке, на выезде играет с лидой. В чемпионате страны по мини-футболу в предстоящие выходные команды сыграют матчи 8-го тура. Центральным можно назвать поединок «Ворше», где идущий третьим «Витен» примет лидера в «Гомельскую боче». Сойдутся команды 9 ноября. Днем ранее «Светлогорский ЦКК» в Минске сыграют против «Динамо БНТУ». А 10 ноября «Гомельский ВРЗ» отправится в Гродно. Вагоностроителям предстоит встреча с местным УВД «Динамо». В Гродно прошел чемпионат и первенство Беларуси по легкоатлетическому кроссу. «Гомельские атлеты» завоевали на состязаниях 8 наград. Забег на 2 километра у юношей выиграл Вячеслав Макеев. Также «Гомельчане» трижды финишировали вторыми, четыре раза третьими. В общем зачете команда «Гомельской области» заняла пятое место. В «Стайках» состоялся чемпионат Беларуси по прыжкам на батуте. Две награды завоевал Даниил Волынцев. «Гомельчанин» стал третьим в индивидуальных прыжках. В паре с Николаем Фомченко из Витебска он выиграл серебро в синхронных прыжках. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».